приветствую вас на канале di job друзья и сегодня у нас будет крайне интересный ролик потому что мы будем смотреть на очень интересное устройство от компании мэйки которая совмещает в себе как стриминг станцию или подкаст станцию также аудио интерфейс ну и карту видео захвата и так друзья сегодня у нас на обзоре мэйки мэйнстрим вообще компания мэйки последнее время меня удивляет и радует не так давно у меня на обзоре был от них интересный микшерный пульт мэйки мобайл микс обязательно посмотрите если не видели в двух словах тот микшерный пульт позволял вам с помощью мобильного смартфона например без компьютера застримить прям с поля с какой-то глуши где ловит интернет единственно что целый аудиоконцерт блин поэтому опять же если не смотрели посмотрите очень интересное устройство так вот сегодняшний наш гость как я уже и сказал в предисловии совмещает в себе функционал аудио интерфейса правда одноканального ну и карту видео захвата так что давайте обо всем подробно и по порядку поставляется устройство в небольшой фирменной коробке где помимо самого устройства нас также встречает инструкция подробная на нескольких языках ну и также кабель для подключения к пк стандарта юсб 3.1 формата юсб тайп си на юсб тайп си и вот здесь сразу обращу ваше внимание поскольку выход для подключения к компьютеру у данного устройства юсб тайп си версии 3.1 крайне важно чтобы вы подключали это устройство к своему компьютеру таким же кабелем который поддерживает протокол юсб 3.1 ну и также как вы уже догадались на самом компьютере должен быть порт юсб 3.1 либо старше юсб 3.2 например но как правило все современные материнские платы и ноутбуки комплектуются юсб разъемом юсб 3.1 или даже 3.2 ген 2 и так далее поэтому я не думаю что с этим возникнут большие проблемы однако пожалуйста держите эту информацию в уме ну и сперва немного о дизайне и внешнем виде устройство довольно компактное на столе много места не займет эргономически очень удобно и располагается но под углом все основные регуляторы и основные клавиши у вас в быстром доступе что приятно и удобно ну а все порты то есть вся коммутация будет у нас располагаться сзади ну и давайте сразу обратим внимание на порты здесь у нас слева направо разъем юсб 3.1 формата тайп си для подключения к пк или ноутбуку следом идет два разъема юсб тайп си один стандарта юсб 2.0 другой стандарта юсб 3.1 эти порты нужны для подключения различных устройств это могут быть как юсб микрофоны так и веб камеры и также какие-либо накопители и еда сразу скажу что к этому устройству вы можете подключить веб камеру и в данном случае эти порты сработают как хаб но программное обеспечение то есть приложение которое идет к этому устройству также определит отдельно канал вашей веб камеры как видео так и аудио канал и по сути вы сможете микшировать и управлять через программу данного интерфейса громкостью и также там эффектами микрофона юсб который подключен сюда или микрофона с веб камеры вашей далее у нас идут два порта hd май и здесь у нас порт который введен белым это порт входящий куда вы будете подключать устройство с которого будете захватывать видео это может быть другой компьютер это может быть ваша консоль там playstation или xbox также можете подключать сюда например камеру или еще что-нибудь что угодно по факту ну а второй порт который отмечен зеленым это сквозной порт для того чтобы картинку с этого hd май выводить то есть например вы подключаете playstation 5 сюда через hd май подключаете все это дело компьютеру видео это устройство на компьютера дает по юсб а через вот этот hd май вы подключаете ваш телевизор например чтобы видеть картинку в 4к качестве с вашей плойки ну и с комфортом играть на стриме допустим далее у нас есть два разъема джек 6 и 3 миллиметра для подключения колонок или акустических мониторов ну и также есть разъем джек 6 и 3 миллиметра для подключения наушников и также у нас есть отдельный разъем джек 3 и 5 миллиметра для подключения по факту это aux вход ну и точнее линейный вход вы можете подключить сюда смартфон по джек три с половиной миллиметра например чтобы с этого смартфона стримить музыку либо стримить ну например звонки то есть вы можете вести стрим где вам будут звонить вы будете разговаривать с вашими зрителями опять же удобно ну и в конце у нас имеется разъем комбинированный xl ну и также джек 6 и 3 миллиметра для подключения собственно вашего основного микрофона ну и над ним также есть разъем джек 3 5 миллиметра для подключения гарнитуры если например вы не пользуетесь вот таким вот микрофоном а используете гарнитуру вы сюда можете подключить студийный конденсаторный микрофон здесь есть фантомное питание но активируется вот этой клавишей снизу ну а клавиша выше отвечает за включение режима прямого мониторинга аппаратного чтобы вы могли себя слышать что касается характеристик это карточка работает в частотном диапазоне 20 герц 20 килогерц микрофонный предусилитель здесь дает усиление в 60 децибел чего хватит абсолютно для всех конденсаторных микрофонов и для многих микрофонов динамических вплоть до шур см 7b ну плюс вы с помощью программного обеспечения можете еще докинуть немножко громкости что касается наушников наушники до 64 он вообще абсолютно беспроблемно высоко омные наушники я не подключал к этой модели у меня их сейчас нет под рукой но я думаю что совсем высоко омные наушники типа 250 он все таки может это устройство не раскачать до 120 я думаю раскачает без проблем захват видео здесь происходит с разрешением 1080p то есть full hd при 60 кадрах в секунду но прям с отличным битрейтом мы это с вами позже еще немного протестируем но при этом поддерживается перенаправление сигнала то есть сквозной порт выдает 4k при 60 fps соответственно вы можете играть с комфортом на 4 га но допустим на стрим или на запись вы будете писать только full hd однако при этом довольно высокий битрейт и что касается стримов full hd при 60 кадрах я думаю вполне с головы хватит тем более через ту же obs или другую программу для стрима вы можете эту картинку растянуть до например 2k при этом у вас благодаря высокому битрейту качество картинки будет просто отличная поэтому я не вижу здесь большой проблемы есть более дорогие устройства включая маяки которые позволяют и захватывать 4k 60 fps здесь же full hd но это качество вполне достаточно что касается органов управления которые сосредоточены у нас на передней панели здесь в принципе все просто нижний регулятор слева у нас отвечает за уровень звука поступающего по hdmi кабелю например с вашей playstation регулятор выше отвечает за уровень звука который идет с компьютером например какая-то программа либо игра на компьютере либо тоже яндекс музыка или еще что-нибудь или звук с браузера основной регулятор в левой части у нас отвечает за усиление вашего микрофона то есть за уровень звука с этих входящих каналов далее у нас есть две клавиши это клавиши не сенсорные клавиши обычные механические кстати с очень приятным откликом и световой индикацией это у нас клавиша мьют и вторая клавиша это у нас мьют на канал с телефона то есть вот на этот вход джек три с половиной миллиметра также здесь есть небольшой диодный индикатор который горит зеленым если у нас звук поступает на основной входящий канал и также может гореть красным если у нас происходит клиппинг далее есть у нас световая полоска это индикатор уровня сигнала которое это устройство отдает на стрим следом у нас идет большой регулятор это уровень усиления на наушники то есть громкость регулировка громкости на наушниках и вполне логично что это большой регулятор а не маленький потому что в первую очередь это устройство для стримеров а стримят люди в основном наушниках ну и небольшой регулятор это у нас уровень громкости выходящего сигнала то есть уровень громкости подключенных мониторов либо колонок ну и также у нас две механические клавиши нижняя полностью отключает звук на наушники и на колонки или мониторы ну а верхняя отключает звук с hdmi канала в принципе продумано и удобно что касается верхнего ряда вот этих клавиш то они полностью программируемые через официальное приложение и здесь по умолчанию забиндены звуки звуковые сэмплы ну и также можно эти клавиши переназначить например чтобы в bs у вас переключались сцены разумеется это устройство я уже протестировал несколько дней я на нем прожил в качестве основного аудио интерфейса то есть он стоял у меня на столе вместо моего штайнберга ur22c к нему были подключены и мониторы наушники микрофон собственно я несколько дней с ним работал и могу сказать что в качестве аудио интерфейса если вам нужно подключать только один микрофон то вполне то есть я с ним жил прям в кайф то есть никаких абсолютно неудобств я не испытывал также стоит отметить что здесь идут фирменные asio драйвера свои как в нормальных аудио интерфейсах и приложение для управления под названием мэки метрикс и она позволяет собственно управлять нам всем этим чудом и сразу после установки этих приложений которые вы с легкостью можете скачать на официальном сайте мэки вы можете увидеть что у вас системе появилось множество виртуальных входящих каналов несколько исходящих и это максимально удобно вы можете на каждое приложение навесить свой виртуальный канал и микшировать это все в программе мейнстрим что касается управления звуком там опять же возможностей просто миллион буквально вчера я проводил внезапный тестовый стрим на коту ну который я проводил пол полностью с помощью этого устройства и я сделал следующим образом я через это устройство захватал видео со старого компа образца 2003 года если вы регулярно смотрите мой канал наверняка натыкались на ролик где мы собирали компьютер из 2003 года этот компьютер все еще у меня и я решил с него внезапно подстримить собственно без проблем я подключил его к этой карте и также веб-камеру я подключил через usb на этой карте что позволило мне и управлять аудио сигналом с веб-камеры то есть я его сразу в приложении мэки matrix отключил мьютонул нормально чтобы мне звук шел с этого микрофона и в целом это было забавно но давайте я вам покажу как это было и заодно покажу как захватывает это устройство мою камеру сейчас тестирую его как карту захвата и аудио интерфейс именно в режиме реального стрима поддерживается типа микрофонов фантомное питание все это дело у нас присутствует 48 тысяч герц 24 бита это у нас мэки мейнстрим ох я в свое время в анрилл наигрывал много часов это было очень весело ну и вы обязательно в комментариях пишите во что играли свое время как вам вообще идея вот таких вот не запланированных стримов полужменяемых ну что друзья давайте посмотрим как это работает в деле сейчас у меня к мэке мейнстрим подключена камера через hdmi и видео захватывается с камерой именно через нее сейчас считайте вы смотрите стрим потому что вы видите меня не с флеш карты памяти а то как захватила ее собственно карта мэки мейнстрим также через нее разумеется вы слышите микрофон ну и также сейчас происходит запись экрана ну и собственно давайте посмотрим на программное обеспечение как я и говорил здесь есть свои асио драйвера мы их можем посмотреть вызвав из стрея здесь мы увидим и статус устройства также профили которые у нас работают и сэмпл рейд но здесь максимальный сэмпл рейд 48 тысяч герц чего более чем достаточно для любой потоковой передачи и даже для демо записи при 24 битах разумеется также мы здесь видим настройки буфера можем управлять громкостью входных и выходных каналов здесь все в принципе стандартно для асио драйверов но нас вами больше интересует приложение мэки метрикс и давайте посмотрим на него как только мы его откроем мы увидим стартовый экран где у нас расположены все каналы и также где отображаются все подключенные к мэки мейнстрим устройства сейчас у меня как я уже говорил по hdmi подключена камера и мы это видим здесь ну и так же напомню что к мэки мейнстрим можно воткнуть еще и кисби микрофон и можно воткнуть еще допустим веб камеру по юсби здесь есть два юсби входа которые можно использовать одновременно и по идее это работает как проброс через хаб как будто вы в юсби хаб подключены к компу подключили ваше юсби устройство но все они определяются в мэке метрикс и так же отображаются как отдельное устройство то есть вы их можете микшировать и вот это прекрасно ну что ж здесь я сказал что происходит здесь мы можем редактировать каналы обозвать их как нам удобнее выбрать цветовое обозначение и вот у нас собственно основная панель здесь мы видим наши грубо говоря рабочие зоны это у нас стрим мониторинг и два виртуальных микса так же видим все каналы сейчас у меня активен канал аудио входа которому собственно подключен микрофон октава мк-117 так же здесь у нас есть пресеты сэмплов звуковых на которые так любят все производители включать свои стриминг станции здесь их можно забиндить невероятное количество четыре раза по восемь штук и в отличии от более простых стриминг станций здесь можно нормально по человечески загрузить файл то есть для того чтобы какой-то звук нам забиндить на клавишу нам нужно нажать собственно на эту клавишу выбрать файл выбираем любой файл ставим ок все и это у нас забиндено по умолчанию на наши клавиши которых у нас есть 6 штук клавиши быстрого доступа давайте продемонстрирую как это работает ну и эти клавиши как я говорил в начале также можно программировать под изменение сцены в вашей OBS например что тоже крайне удобно для каждого приложения допустим у нас подключена там playstation допустим у нас есть игра допустим у нас есть какие-то там spotify или в моем случае яндекс музыка открываем ну тут же я яндекс музыку пока не включая воспроизведение переходим в настройки наших аудио устройств здесь это можно сделать прямо из приложения make и matrix нажимаем вот на эту иконку у нас открываются параметры звуковых устройств выбираем наше приложение и для каждого приложения мы можем забиндить так скажем свой канал сейчас я поставил канал а и вывод в virtual mix и запускаем музыку в нашем яндексе и вот у нас пошла музыка и мы можем регулировать ее громкость и так для каждого приложения для каждого источника звука будь то виртуальный канал или канал физический и опять же это крайне прям удобно ну что ж друзья самое время переходить нам к выводам ну и сразу скажу как вы сейчас можете видеть мой голос сейчас пишется через этот аудио интерфейс я однозначно могу сказать что оно прекрасно зайдет тем кто является техноблогером или игровым стримером без особого уклона там в профессиональную аудиотехнику то есть если вы не планируете сравнивать одновременно несколько профессиональных микрофонов а просто являетесь техноблогером ну и также игровым стримером это просто прекрасное устройство ну и еще сразу скажу меня подкупило то что здесь множество виртуальных каналов все это довольно удобно управляется есть несколько сцен вы можете задать несколько пресетов под разные цели под разные стримы также для каждого канала доступен эквалайзер можно навесить эффектов и прочее прочее ну и на функциональные клавиши можно как я уже не раз говорил навесить переключение тех же сцен в OBS поэтому с этой точки зрения устройство прекрасное ну и что касается качество звука если мы рассмотрим его как аудиоинтерфейс то здесь его вполне хватит даже для записей на уровне музыкальной студии да в отличии от профессиональных аудиоинтерфейсов здесь максимальная частота дискретизации всего лишь 48 тысяч герц а не 196 тысяч герц но кстати в 24 битах на 48 тысяч герц в основном пишут на подавляющем большинстве студии во первых а во вторых здесь хоть и с относительно небольшой частотой дискретизации но стоят классные преобразователи от мэки и качество звука ну вы можете собственно наблюдать сами здесь оно на высоте и вы будете чувствовать хороший звук если подключите к нему там хороший микрофон не как в дешевых интерфейсах где можете хоть дорогой микрофон хоть дешевый подключить качество все равно будет посредственное здесь же нет так что устройством я этим крайне доволен я его рекомендую что касается стоимости оно в наших магазинах стоит порядка 30 тысяч рублей что в целом немало однако около там 16-20 тысяч рублей у нас стоят аудиоинтерфейсы которые не предлагают ничего кроме функционала аудиоинтерфейса а отдельно карточку захвата на таком уровне качества которое будет захватывать ваш видеосигнал вы купите ну тоже плюс-минус наверное за эти же деньги вот собственно и все что я хотел сказать в этом обзоре я надеюсь эта информация была для вас интересной и полезной если так обязательно ставьте свои лайки обязательно подпишитесь на канал и жмякните колокол чтобы не пропускать новые интересные видео ну и также обязательно подписывайтесь на наши соцсети телеграм вконтакте дзен все ссылки будут в описании под этим видео ну и в очередной раз напомню что все свои видео я дублирую сразу на несколько платформ среди которых и вк и рутюб и даже платформа опять же все ссылки будут в описании так что смотрите там где вам удобней ну а на этом на сегодня у меня друзья все до новых встреч